Вот вы знаете как, если я за лечение по схемам, по рекомендациям и все, и это не может никто сейчас говорить, потому что за этим стоит оплата и ОМС и так далее и тому подобное. Но мы представляем здесь сегодня несколько школ, московскую, питерскую и школ научно-исследовательских институтов. И без движения вперед в этих институтах не может дальше быть движение никакое, так сказать, не то что на периферии, но на более таких практических учреждениях. Я, да, ну дайте, нет, первый случай, общую схему. Значит, дали 5 сантиметров в диаметре, хотя на сведениях по МРТ было 4 сантиметра опухоль. 4, да, ну еще раз, дайте эту схему. А, да, значит, да, ну я, пожалуйста, первая Б2, да. Значит, вот я хочу сказать, что работа, и вы, наверное, знаете, тот, кто следит за литературой, значит, я как представитель школы санкратного лечения. Может быть, следующая тактика у этой пациентки, она немножечко отходит от того. Ну и вчерашние лекции, многие вы видели, методы лечения предлагаемые, отходили от стандартов лечения. У женщины одни роды. Мы не знаем, хочет она ребенка или нет. Может быть, у нее второй муж, и от второй мужа ребенка нет. Это раз. Поэтому, значит, нам подумать еще один метод лечения. Хирургически должен быть, и я убеждена в этом, не лучевой, а хирургически. Надо ли предварительная химиотерапия? Да, надо. И давайте не снимаем пока трахелуктомию. Не снимаем. Два-три курса неодевантной терапии у пациенток молодого возраста, настаивающих на сохранение репродуктивной функции. Возможно решение вопроса от трахелуктомии после неодевантной терапии. Я не призываю, я даю этот вариант для обсуждения. Естественно, это должно быть по согласию и так далее и тому подобное. Но просто помните, что такой вариант лечения может быть. Первый комментарий. И второй. Вот это слово все время радикальное лечение, радикальное лечение. А какое лечение? Людмила Ивановна, при всем мое уважение, яичники надо сохранить. Гормонотерапию заместительную, которую мы должны будем дать этой пациентке в 33 года, ей мало не покажется. Понимаете, когда мы все равно мы говорим с вами, и Елена Александровна это в лекциях доказывает, и все, что нет отрицательного влияния на состояние и онкологической ситуации, так у пациенток при заместительной, при раке шейки матки. Но никто не знает, она попадет в эти исключительные случаи или нет. Поэтому помнить об этом надо и лучше плохие свои, чем без них заместительной. Поэтому вот этот вариант лечения я бы хотела вот с позиции хирурга вам просто напомнить. Потому что я всегда очень соглашаюсь с Людмилой Ивановной за многое и благодарна, но в этой ситуации я бы тоже, в общем-то, ратовала, несмотря на все рекомендации, за комбинированное, ну, комплексное лечение с неодевантной химиотерапией. Во-первых, все знают, какова у нас частота все-таки расхождения состояния лимфатических узлов при радикальной лучевой терапии. Значит, сама по себе тазо-парартальная лимфоденоктомия, как этап стадирования, ни в какие рекомендации у нас не входит и ничем не оплачивается. По какому каналу мы можем ее взять для того, чтобы провести такое вмешательство в качестве стадирования? Нет, первый момент. То есть мы идем на неодевантную терапию, на операцию, всегда подразумевая, что при таком размере опухоли вероятность метастатического поражения, она существует. Этой даме повезло очень хорошо. Вопрос второй. Многократно во всех аудиториях, и импортных, и наших обсуждаются вопросы осложнений комбинированного лечения. Хотя все клиники, которые здесь сидят, это люди, которые имеют 90 и выше процент выживаемости больных первыми стадиями при комбинированном лечении, и процент осложнений комбинированных составляет меньше 5%. То есть о каких осложнениях подобного рода идет речь? Когда мы обсуждали это на русско, то, в общем, основное это было укорочение влагалища. Остальные осложнения и этими же экспертами, американскими, рассматривались очень относительно. Мне представляется, что для наших пациентов наибольший, наверное, дискомфорт доставляет лимфоваскулярные осложнения, не доста лимфодема нижних конечностей. И это вопрос, конечно, сочетания новых хирургических технологий, какой-то микрохирургической техники и так далее, и новых лучевых технологий. То есть вы за что предложение? Я за комплексное лечение с неодивантной химиотерапией по следующей операции. По факторам прогноза, да, показания. Решить вопрос о лучевой терапии. Причем учесть не только основные, но и дополнительные факторы неблагоприятного прогноза. Если они находятся, хотя бы два фактора, да, включая инвазивный рак, конечно, надо пойти на минимизированного объема высококонформную лучевую терапию. И эта больная в 95% случаев будет жить долго и счастливо, да, а уж в отношении там яичника, креоконсервации яичниковой ткани. То есть у нее все опции дальнейшие существуют. Радикальная сочетанная лучевая терапия – это доза в 2, 1,5-2 раза выше, чем доза при комбинированном лечении. И это не может быть безразлично для организма. Спасибо. Смоленький, но я бы хотела, вот сейчас очень ратуют радиологи относительно комбинированного лечения, но я хочу, жалко нет презентации, вот взять от Монзони, карта мира. И первая B2-2 B стадия уже относится по канонам европейцев и американцев к местно распространенному раку шейки матки. И если взять Северную Америку, Южную Америку и некоторые страны Европы, у них стандартом лечения является химия-лучевая терапия. Они не будут проводить комбинированное лечение. Комбинированное лечение проводят в Европе, проводят в России, вот различные модели предлагаются. То есть вообще вот если брать, и в этих ситуациях молодой женщине они бы предложили транспозицию яичников и проведение химия-лучевой терапии. Но еще у них в перспективе есть такой вариант, что хирургическое стадирование, чтобы определить вот зону облучения, но это еще не стандарт. А комбинированное лечение это Европа и российские страны, которые предлагают неодевантные химиотерапии и вот различные варианты. Уважаемые коллеги, ну понятно, что есть российский опыт, есть опыт вот наших подразделений и так далее. Что можно было предложить вот с точки зрения, если это больная была бы в нашем отделении? То есть здесь я думаю, что два варианта возможно. Вот если, да, если бы больная действительно настаивала на сохранении репродуктивной функции, в принципе можно было предложить неодевантную химиотерапию под прикрытием органистов, провести трахелоктомию. Если там все это было бы благоприятно, на этом бы закончить. Править. Да, ежели бы что-то там было неблагоприятно, то есть можно было предложить транспозицию яичников, а в последующем уже решать по результатам планового гистологического проволоки. Но чисто вот с хирургической точки зрения. Все, спасибо. Да, голосуем. Голосуем, пожалуйста. Итак, более 88% проголосовало. 84, 88 уже. Да. Ну я, вы хотите откомментировать? А, все, да. Завершение случая, да. И можно продолжение презентации? Итак, этой пациентке было выполнено на одевантный курс дозы интенсивной полихимиотерапии по схеме АП. В режиме 3 цикла, интервал 10 дней, в дозах цисплатин 75 мг на метр квадратный и ДН1 и доктор Рубицин 35 мг на метр квадратный в ДН1. Зафиксирован частичный регресс. По результатам МРТ опухолевых проявлений со стороны шейки матки не визуализировалось. И клинические шейка матки была без опухолевых проявлений. Далее, через 3 недели была выполнена хирургическая металлистерапия в объеме радикальной гистероктомии, двусторонней тазовой лимфоденостомии с транспозицией яичников. И морфологически результатом планового гистологического исследования заключение звучало как отсутствие опухолевых проявлений. Шейки матки, шейка матки с язвенным дефектом, слизистой оболочки, выраженной лейко-лимфоцитарной инфильтрацией с подлежащей строми. Данных за поражение лимфатических узлов тазовой клетчатки как справа, так и слева не получено. Край резекции влагалища вне опухоли. Ну и в последующем был проведен курс послеоперационной лучевой терапии. И в настоящий момент срок наблюдения 27 месяцев, рецидива нет. Надо ли дополнительно адвивантную терапию при таком... И если мы сейчас начнем опять, у нас нет рекомендаций, нет комбинированного лечения, ну комплексного. Потому что комбинированное всегда считали комбинирование, это операция плюс облучение. Но в данном случае химиотерапия плюс операция, ну как два метода можно было смотреть, говорить как комбинированное. Вот надо ли дальше? Да, вы сделали по стандартам лучевая терапия, однако мог обсуждаться бы вариант при такой высокой чувствительности к химиотерапии на фоне того, что вы оставили яичники, хотя экранизация яичника могла бы быть, наверное, она и была. Может быть, такой вариант еще рассматривается. Хотя, еще раз говорю, в этом, в рекомендациях этого нет. Ну, так сказать, что же. Единственное, какой комментарий хотела сказать по поводу еще одного этого больного. Вот вы знаете, когда мы докладываем, мы с вами, онкологи, так сказать, вы высокого полета клиника, не заостряйте внимание аудитории, я не знаю, здесь сидят просто гинекологи или нет, на то, что два года назад она была и ничего нет. Ну, понятно, что ни вы, ни я, никто не поверит, что 5 сантиметров диаметра опухоль за два года. А гинекологи, мной очень уважаем, мы все в основе гинекологи, будут читать, что все, вот за два года молниеносное развитие этой шейки матки до состояния уже местно распространенного рака. Поэтому просто будем говорить друг другу правильно, чтобы была пропущена опухоль, безусловно, была. Вариант экзофитный, еще на эндофитный можно было что-то подумать. Поэтому, чтобы они, в общем-то, знали, вся лекция Елены Вильевны была посвящена тому, как должны поступать гинекологи, а мы-то это просто должны теоретически это оформлять, им рекомендовать. А это все, вообще все это, это работа гинекологов. Спасибо большое. Можно же тогда дополнить? Да, конечно. Сделана радикальная агрессия, выбраны яичники, вопрос о заместительной гормонтрепии. Возможно или нет этот пациент? Я думаю, что выполнен трансплазин. Нет, вариант, мы убрали яичники. Вот такой агрессивный хирург. Конечно, да, возможно. Да, все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok